Первая тема этого курса под названием «Либо художники Библии, либо художник читает Библию» посвящена сегодня будет искусству раннего итальянского возрождения. Почему наш такой курс короткий? Мы начинаем именно с итальянского возрождения, вообще с эпохи Ренессанса, а не с каких-то более ранних периодов. Существует замечательный материал средневековый, византийский, древнерусский, западноевропейский, в разных странах, где огромное количество произведений на библейские темы, среди них немало шедевров, связанных и с Евангелием, и с Ветхим Заветом, и с книгами, именно с книгой «Деяния апостолов». То есть там материал громадный. Но именно начиная с эпохи Возрождения мы постепенно получаем право говорить о поставленной мною проблеме, о том, как Библию читает художник. То есть, начиная вот с этого периода в истории человечества и в истории искусства, постепенно, но не прямо сразу, там с XIV века в Италии, а постепенно для общества, для церкви, для каждого отдельного человека, любящего искусство, начинает именно иметь значение то, как текст Писания прочитывает и интерпретирует лично мастер. Что он в этом тексте понял, как он его почувствовал, и какие художественные средства он нашел для воплощения именно своего отношения и своего понимания библейской истории. Это не значит, что до эпохи Возрождения у художника такого понимания не было. Конечно, было. Но общество в целом, социум, церковь, как заказчика и как пространство, в котором живет художник, вот это его личное мнение, личное отношение, как это ни странно и ни грубовато звучит, особо не интересовало. По разным причинам. Прежде всего потому, что средневековая концепция религиозного искусства предполагает, что главная обязанность художника – отражать в своей работе церковную, официальную, экзогетическую традицию. Художник должен не свое отношение показывать, а то, как тот или иной библейский сюжет понимает церковь. Вот это самое важное. Потому что в произведении искусства, но это на протяжении многих веков в христианском пространстве всегда будет важно, у произведения искусства всегда была большая такая учительская миссия. Вот очень многим церковным деятелям раннего средневековья приписывают всем вам хорошо известный афоризм, изображение, но иногда это переводят как икона, икона, святое писание для неграмотного. Значит, эта идея приписывается и папе Льву Великому, и папе Григорию VII, и целому ряду других деятелей. В общем, по большому счету точно неизвестно, кто это сказал. Но, тем не менее, эта мысль очень важна для бытия христианского художественного образа в церковном пространстве. Да, изображение на стене храма, на иконе, в мозаике, на фреске, в готическом витраже должно быть таким, чтобы действительно человек, у которого нет возможности прочитать текст, он может только его услышать, причем очень часто не на своем родном языке, на латыни в Западной Европе, в других местах, на других языках, но не всегда это вот тот повседневный разговорный язык, с которым человек живет. Как бы человек очень часто писание слышит, а прочитать его не может, он читать не умеет, и видит. И вот чтобы человек, видя изображение в храме, мог его распознать, считать, понять, о чем речь, и получить через это изображение представление о том, как понимает и чему учит через это изображение его святая церковь. Кроме того, искусство изобразительное как таковое веками, как вы, наверное, знаете хорошо и слышали, веками не считалось искусством. В те же средние века под искусством понимали другие виды деятельностей. Словесность в разных ее проявлениях, вплоть до риторики. Математику, то, что сейчас называется астрономией, то есть научные знания и литературный труд, все, что связано со словом, то есть все то, что связано больше с умственным трудом, нежели с трудом ручным. Но мы с вами знаем, и в наше время существует понятие художественное ремесла, и сейчас мы все-таки как-то в своем сознании отделяем художественное ремесло от, допустим, от технических профессий и каких-то других видов, прикладных видов деятельности человека. А вот, например, где-то еще в 15 веке живописец, скульптор, архитектор не считался художником. Математик, теолог, поэт, оратор, он художник. А вот те люди, которых мы сегодня называем художниками, они ремесленники. Приравненные к представителям других видов, как бы вот такой вот ручной физической деятельности человека. Достаточно вам сказать, что цех живописцев, гильдия святого Луки, во многих странах была дочерним филиалом цеха аптекарей, в том числе и Виталии, по очень простой причине. У живописцев и аптекарей был общий святой покровитель, евангелист Лука, который, как известно по преданию, был врачом. Когда специальным папским указом скульпторы получили право на создание собственного цеха и отделились от цеха каменотесов, Микеланджело было 70 лет. Как сказал один из моих учеников, до 70 лет в листке по учету кадров в графе профессии он должен был писать каменотес. Смех смехом? Ну, в общем, в этом утверждении что-то есть, это правда. И вот такое ремесленническое понимание художественного творчества тоже очень сильно влияло на вот такое отношение к прочтению творческим человеком библейского текста. Субъективный фактор никого не волновал. Кого интересует, как ремесленник понял писание? Его дело быть исполнителем, декларировать в своем произведении общецерковную экзогетическую точку зрения и точно исполнить предъявленные к нему требования конкретного заказчика, а именно, допустим, приходского духовенства, монастырской общины, епископата, какой-нибудь другой церковной структуры, например, там, совета каноников, какого-либо конкретного высокого церковного сановника, который разрабатывает богословскую программу и, как правило, далеко не всегда же даже приглашает вот какого-то одного художника. Художники где-то века до XIV, да и в XIV веке тоже очень часто работают артелями, они работают коллективами. И внимание к индивидуальности мастера прослеживается очень поздно. Мы с вами прекрасно знаем, что до XIV века никто свои произведения не подписывал. По очень простой причине. Художник – есть выразитель коллективного церковного сознания, и художник – есть смиренное орудие Святого Духа, который на самом деле является истинным автором не только конечного продукта, вот что там получилось, икона, фреска, мозаика, но также и замысла заказчика и вообще всего творческого процесса. Только в XV веке возникает в сознании общества стремление получить некое индивидуальное произведение. Например, сохранился такой очень интересный договор между клиром собора в городе Орвьето Виталием и живописцем Лука и Синьорелли, который должен был там расписать капеллу де Санбрицио на сюжеты из апокалипсиса. В этом договоре, помимо разной технической информации, цены на краски и другие материалы, гонорар живописцу, все же это должно быть прописано в документе. Есть такая фраза, мы желаем, чтобы мастер Лука лично исполнил все указанные в этом договоре сцены из священного писания. Дальше, вероятно, авторы поняли, что немножко маху дали и прибавили. Или хотя бы его самые основные части. Ну, понятно, что Лука Синьорелли прибудет со своей мастерской, со своими подмастерьями, учениками, и, конечно, какие-то участки будет расписывать не он. На самом деле, вот первый, кто целиком и полностью расписал фресками огромный, значит, участок, потолок Сикстинской капеллы, был Микеланджело, дата начала работы 1508 год, то есть начало 16 века. У Микеланджело были очень жесткие представления на эту тему. Он однажды отпустил довольно такую брутально звучащую фразу, что живописец, который в работе над фреской прибегает к помощи своих учеников, не живописец, а баба, конец цитаты. Но это начало 16 века, когда человек уже абсолютно, во-первых, художник абсолютно созрел для того, чтобы представить социуму полностью личный индивидуальный труд, а во-вторых, социум готов его принять одного, без помощников. Первый вот такой вот замечательный художественный труд, который мы сейчас рассмотрим, я думаю, многим тоже хорошо известен, это ансамбль фресок из знаменитой капеллы Скравеньи, принадлежащей мастеру Джотто де Бондоне, и созданный в начале, в первые годы XIV века, в Падуе, как раз в 1308 году, вот так примерно в 1308 году, были закончены все живописные работы. Почему я начинаю именно с этого ансамбля? Во-первых, потому что Джотто по умолчанию во всех трудах по истории искусства считается первым художником эпохи Возрождения. У него есть совершенно справедливая репутация великого новатора в области художественной формы, человека, который изменил представление о том, как должно выглядеть человеческое тело, как оно должно соотноситься с пространством, в общем-то, каковы должны быть такие технические параметры. Дело в том, что, хотя в XIV веке живописцы не изучали анатомию углубленно, это начнется только с начала XV столетия, но тем не менее, Джотто считается первым художником, который обратил внимание на то, что человеческое тело имеет вес и объем. И этот вес и объем настолько, насколько ему позволяли внешние наблюдения анатомические за фигурой человека, он передавал. Кроме того, у Джотто при жизни была совершенно такая удивительная, ошеломляющая многих репутация, великого реалиста, который учился у природы. Вот так Боккачо о нем писал. Он писал, что Джотто имел только одного учителя – природу. Про Джотто еще при жизни создавались легенды. Вот одну из таких легенд приводит его биограф знаменитый Джорджо Вазари, автор уникальной книги с биографиями мастеров эпохи Возрождения. Вот он приводит такое, знаете, похожее немножечко на житие святого. Рассказ очень трогательный, что когда Джотто было 12 лет, однажды он сидел на дороге и развлекал себя тем, что на донышке от бочки рисовал овцу. Мимо, ну, как это и положено в житийном рассказе, все всегда в нужное время, в нужном месте, мимо как раз проходил не кто-нибудь, а замечательный живописец Чамабуэ, и потрясенный правдивостью, нарисованного углем на донышке от бочки животного, взял Джотто к себе в ученики. А Данте в «Божественной комедии» так вообще написал, что Джотто, вернее, Чамабуэ мнил быть из первых первым, но явился Джотто, чтобы славу первого затмить. То есть здесь два житийных элемента. Первое, что вот в 12 лет перед нами уже сложившийся профессионал, который рисует животное один в один, который непонятно, учился чему-то до этого, не учился, ну, прямо как вот древнерусский святой, который рождается уже, зная, что по средам и пятницам не нужно кушать материнского молока. Вот в 12 лет он уже художник. А во-вторых, ну, конечно, он затмил своего учителя, да еще такого замечательного, как Чамабуэ. А это даже вот и не обсуждается. То есть вот у Джотто вот такая была репутация еще при жизни. Но много говоря об этом художнике, как о великом реформаторе подхода к художественной форме, к введению в искусство таких понятий, как земное, имеющее вес и объем, тело, плоть, пространство, которое это тело вокруг себя создает. Вот много говоря об этом, в истории искусства как-то люди намного меньше говорят о таком очень интересном подходе Джотто-иконографа, Джотто-духовного мыслителя, который читает заказанные ему библейские сюжеты, достаточно интересно, очень по-своему, несмотря на то, что программа была, конечно, сочинена не им. Поскольку на дворе у нас начало XIV века, программу этих росписей капеллы де ла Рене Джотто, скорее всего, получил в готовом виде. У этого храма очень интересный был духовный статус. Вот сейчас это музей. Музей, в котором очень сложно находиться. Вот если кто-то бывал в Паду и знает, что сначала тебе 15 минут показывают документальный фильм про Джотто, потом 15 минут дают посмотреть росписи, и потом беспощадно выгоняют, и приходит следующая группа. Это, конечно, тяжко очень, потому что тут не знаешь, за что хвататься, хочется рассмотреть каждую композицию. И сейчас у этого храма вот такой вот статус музейный. Это такой больше храм Джотто, чем храм Божий. А это был очень непростой храм. Значит, заказчиком был купец Энрико Скровеньи, который решил построить храм, посвященный Богородице Милосердной. Его официальное название Санта-Мария де ла Карита. Вот этого никто не помнит. Все помнят, что капелла Скровеньи по фамилии заказчика и еще называют этот храм капелла дель Арена, потому что он был построен на развалинах античного амфитеатра в Паду и на Арене. А это храм Санта-Мария де ла Карита. Он посвящен Богородице Милосердной. И построен был заказчиком по очень печальному поводу. Через постройку этого храма и большие затраты на фрески, выполненные в тот момент уже очень известным живописцем. Джотто тогда уже был знаменитостью. Вот этим деянием Энрико Скровеньи хотел замолвить словечко перед Богом за своего деда, который занимался ростовщичеством, запрещенным церковью. И так в этом деле преуспел, что даже оказался в божественной комедии Данте в одном из кругов ада. Там упоминается человек по фамилии Скровеньи. Его внук, вероятно, был искренне набожен, искренне любил свою семью и хотел таким образом дедушку отмолить. Вот эта благородная цель, она не осталась бесследной. Потому что в храм не просто потянулись верующие. Ведь вы, наверное, видели на первой фотографии, это довольно скромная по размерам постройка. Это, в общем, часовня такая вот, фамильная. Но количество людей, желающих поучаствовать там в богослужении, а более того, желающих там исповедаться, было таким большим, что в 1305 году специальным папским указом храму дается такой вот, как сказать, особый статус храма, в котором можно совершить паломничество и получить такое вот именно паломническое отпущение грехов. Но вы знаете, есть такая паломническая практика, она очень широко была распространена и в эпоху Джотто, и раньше, в Средние века, когда паломничество считалось формой покаяния, и были специальные места, отправляясь, куда человек именно выражал свои покаянные намерения. Но самое популярное место вот в Средневековье в Европе было Сантьяго де Компостелло. Вот паломничество к могиле святого Якова было с покаянными целями. Ну, в Рим, конечно, да, получить индульгенцию, получить папское отпущение грехов, но вот такое вот глубоко покаянное паломничество было в Сантьяго. Так вот, храм Санта Мария де Ла Карита был объявлен паломническим, то есть он фактически был по статусу приравнен к Сантьяго де Компостелло. Просто это был такой, знаете, местный храм из ближайших городов, там разных регионов, итальянских государств, люди туда действительно ходили вот в такое покаянное паломничество. Вот, вы знаете, ну я не могу сказать, что я прочла все про Джотто, что про него написано, но вот очень мало такой вот, понимаете, чисто искусствоведческой литературы упоминает об этом факте. А я считаю, что для понимания тех же композиций Джотто это имеет большое значение. Так же, как знаете, вот Караваджо, там, великий человек, никто не пишет, что он родился в городе, где находится потрясающий и по духовной силе, и по красоте Санктуарий Девы Марии. Огромный, с храмом 16 века, очень красивым, туда и паломники ходят, и там есть святой источник, в общем, там были явления Богородицы в 15 веке. Мы про Караваджо вроде все-все знаем, а на это закрываем глаза. А это очень важная штука. Вот посмотрите на картины Караваджо с изображением Девы Марии и поймете, откуда корни того, что она у него вот такая, необыкновенная. Человек в святом месте родился, посвященном Богородице. Ну и вот здесь тоже такое же святое место. Конечно, Энрик в скровении человек торговый, денежный, он от богословия был далек, а художникам в ту эпоху программы создавать не позволяли. Программа здесь достаточно стандартная, я бы сказала, банальная. Здесь евангельский цикл. Все основные события из Евангелия, от Благовещения до Вознесения Христова. И плюс жизнь Богоматери, храм ей посвящен. Значит, обязательно будут сцены из протоевангелия от Иакова, рассказывающие про историю Иакима и Анны, историю Рождества Богородицы, историю того, какие выбирали Иосифа в женихи, введения во храм, в общем и прочие очень известные и очень полюбившиеся в церкви богородичные апокрифы. Вот так, видите, расположены там фрески. Каждый сюжет взят в отдельную рамочку, как картина. И по хронологии они расположены горизонтально, вот так вот, двумя ярусами. Значит, смотрите, верхний ярус – это протоевангелие от Иакова, это все события Рождества, детства Богородицы, а также история Иакима и Анны. А вот средний ярус и нижний – это уже христологический цикл, это Евангелие. Сейчас я вам покажу южную стену, и вот, глядя на этот кадр, мы с вами сейчас займемся размышлением о том, как же Джотто читает Евангелие. Конечно, тут хороший вопрос. Кто здесь читает? Джотто, конечно, здесь прочитывает евангельский текст, не один. А с тем анонимным богословом, который сочинил ему программу. Не исключено, что этот богослов либо принадлежал францисканскому ордену, либо был как-то с ним связан. Дело в том, что Энрико Скровеньи был францисканским терциарием. Если кто-то вот не знаком с таким понятием, в католических монашеских орденах очень во многих, помимо мужской ветви и женской ветви, есть еще община мирян. Они называются терциарии. От слова терция – третий. Третий орден. В русском языке даже есть такое выражение – третий орден. Третий орден при монашеской общине или при монашеском ордене – это сообщество мирян. Это люди, ведущие обычную мирскую жизнь, имеющие семьи, детей, но которым близка духовность монашеской общины – францисканцев или доминиканцев или кого-то еще, которые окормляются священниками этого ордена, участвуют с ними в ряде богослужений, имеют вот духовников из среды этого ордена и помогают ордену. Очень много бывает совместных проектов с терциариями. Это и социальное служение, это и финансирование каких-то социальных, благотворительных или духовно-просветительских проектов, которые ведет орден. Вот францисканцы – миссионерский орден. Конечно, терциарии, среди которых немало богатых людей, вот таких, как Энрик Ускровенье, они могут какие-то вещи финансировать, которые делает орден. Могут просто участвовать. Это люди подготовленные, которые занимаются изучением писания, молятся вместе с монахами. И очень многое уже знают. Так что, соответственно, программа, возможно, была францисканская. Вот если вы посмотрите вот отдельно на некоторые фрески, я потом вам кое-что крупным планом покажу, но сейчас вот можно даже здесь увидеть, то вы заметите такую вот странность в живописи. Очень крупные фигуры всех персонажей и очень маленькая архитектура. Вы, наверное, заметили. Какие-то здания с тоненькими-тоненькими колоннами, какие-то такие полуигрушечные крыши. Архитектура вообще напоминает карточный домик. И вот французский историк и культуролог Жорж Дюби высказал очень интересную точку зрения. Он считает, что вот такая пропорционально маленькая, хрупкая архитектура на фресках Джотто не случайна, а она специально так написана, чтобы напоминать переносные декорации, с помощью которых францисканские братья-проповедники ставили в тех местах, где они выступали с проповедями, силами как бы местного населения небольшие мистериальные представления на сюжеты из Евангелия. Вот приходит группа братьев-францисканцев в какой-нибудь маленький итальянский городок или деревню, там, в Великий пост, или под Рождеством, или в рождественское время, и совместно с прихожанами местного храма ставят спектакль. И для этого спектакля носят с собой примитивные, маленькие, удобные для переноски, чтобы они не были тяжелыми декорацией. Архитектура там... Францисканство же вообще отличается большой любовью к театрализации. Наверное, все вы знаете, что именно в практике Франциска Осискова был создан первый вертеп. В деревне Гречо, когда Франциск со своими братьями вынужден был встречать Рождество далеко от храма, в глухой деревне, в холод, и в их распоряжении был только хлев. Вот они там, значит, вот устроили вот первый настоящий вертеп и первое настоящее вертепное рождественское действие. Так что, соответственно, вот такая постановочная деятельность францисканских проповедников это прекрасная практика, которая позволяла, с точки зрения ордена не только разъяснить писание прихожанам, но помочь им пережить события жизни Христа. И вот эти вот декорации, это как бы францисканские декорации. Вот сейчас среди специалистов по Джотто идет спор, был Джотто терциарием францисканского ордена или нет. Точно непонятно. Есть и сторонники этой идеи, и противники. То есть мы наверняка не знаем. Но то, что он работал по заказу францисканского терциария, это точно. Отсюда вот такая архитектура. То есть перед нами такое некое пистериальное действие на францисканский манер. А вот теперь мы давайте посмотрим, как здесь все не очень просто. На первый взгляд здесь все легко. Смотришь по горизонтали на эти вот фрески картины и считываешь по хронологии. Вот смотрите, вот верхний ряд. Рождество Христово, поклонение волхвов, сретение Господне, бегство в Египет, отрок Христос среди учителей, брак в Кане Голивейской, там, ну и т.д. и т.п. Вот омовение ног на тайной вечере, поцелуй Иуды или взятие Христа под стражу, ну и так далее. И на противоположной стене цикл жизни Христа продолжается. Все просто, доступно, понятно. Это опять связано с духовностью именно францисканцев. Дело в том, что вот от XIV века сохранились очень интересные тексты, написанные разными францисканскими священниками, их довольно много. Они там вот частично переведены вот на итальянский язык, в основном что-то написано на итальянском, того времени что-то на латыни. Это такие тексты инструкции к построению проповеди. Очень интересно. Но я не все читала. Но вот из того, что я читала, я поняла следующее. Что такие вот более опытные в проповедническом деле священники францисканского ордена наставляют начинающих проповедников, монахов, следующим образом. Они им говорят, что проповедь должна говориться просто, что нужно вспоминать слова Христа в Нагорной проповеди «Омолясь, не говорите лишнего», потому что так поступают язычники. То есть проповедь, как молитва, должна состоять только из самых необходимых слов, но эти слова должны доходить до сердца. Они должны быть такими простыми, чтобы человек неученый проникся либо радостью, либо состраданием, либо болью душевной, особенно когда речь идет о страстях Христовых. То есть, что эмоциональное восприятие священного писания, когда речь идет о проповеди перед людьми далекими от ученого богословия, важнее, чем восхищение интеллектом проповедника и его глубоким знанием богословских истин и умением, знаете, по-ораторски, виртуозно построить проповедь. Проповедь должна быть простой, чтобы человек, не читающий экзогетических книг, проникся и оказался через это духовно рядом со спасителем, апостолами, Богородицей. Вот во францисканских текстах это называется компасио. Сострадание, сопереживание. Соответственно, язык этих фресок может показаться очень простым, ориентированным на компасио. Почему? Потому что это язык вот такой францисканской традиции. Но тут не все так просто. Это, конечно, замысел не Джотто, а скорее всего составителя программы. Но художнику нужно эту программу прочитать, понять и воплотить должным образом. Значит, если мы читаем по горизонтали эти ярусы, мы получаем жизнь Христа, как она описана в Евангелии, по хронологии. Но читать можно этот цикл не только по горизонтали, его можно читать по вертикали. Значит, смотрите. Рождество Христова, брак в Кане Галилейской. Я пока верхний ряд вот эти апокрифы не беру. Это вот как бы жизнь Богородицы, она тут немножко своей жизнью живет. Видите, они даже вот не совпадают по вертикали. Немножечко вот выходят они за рамки эти фрески. Давайте сейчас христологический цикл посмотрим. Рождество Христова наверху, брак в Кане Галилейской внизу. Наверху рождается Спаситель, а брак в Кане Галилейской – это особое событие, это первое чудо. На верхней фреске он является миру во плоти, а на браке в Кане Галилейской он является в своей божественности, совершая чудо, притворяя воду в вино. То есть это по-своему два уровня теофонии, богоявления, которые здесь сочетаются. Дальше идем. Поклонение волхвов, омовение ног. На верхней фреске цивилизация того времени в лице трех ее представителей поклоняются Богу, Царю, Человеку. Помните, да, о символике даров волхвов? Они дарят Иисусу золото как Царю, Ладан как Богу и Смирну как смертному человеку. То есть верхняя часть люди поклоняются Богу, нижняя часть Бог смиренно склоняется перед людьми, омывая им ноги. То есть видите, здесь такое контрастное сопоставление, но оно очень глубокое и может стать темой для такого, в общем, серьезного, очень духовного размышления, которое на самом деле доступно любому, вот не обязательно быть образованным таким в области богословия, достаточно просто знать Евангелие. То есть смотрите, художник вместе с программой, которая ему предложена, дает удивительный ключ к общению с Писанием. Ключ, который просто созерцание, созерцание красоты живописи, глубины красоты этих красок. Там, конечно, реставраторы очень хорошо работают, но я думаю, что изначально это было очень здорово. Джотт Колорист очень хороший, посмотрите, какие гармоничные аккорды из цветов он создает. И как вот это созерцание художества может перейти уже в созерцание самого евангельского текста. Дальше. Сретение Господне, поцелуй Иуды. Тут сопоставляются не только два события из жизни Христа, из детства, из взрослого состояния, но сопоставляются Симеон и Иуда. Один приближается и прикасается к Спасителю, да, Симеон берет ее на руки, и другой тоже прикасается к Спасителю. Знаете, у меня есть одна, может быть, это слабость, потому что это мой такой профессиональный недостаток, но я часто люблю цитировать школьников, с которыми работаю уж без малого 38 лет. просто потому, что иногда непосредственные подростки, оторвавшись от смартфона, и на первый взгляд не проявляя никакого интереса к тому, что я там им вещаю и о чем я их спрашиваю, ну, потому что у них дела поважнее, вы же понимаете, все, что в смартфоне, ЕГЭ, репетиторы, там проблемы не то, что там Джотто какой-нибудь, да, со своим Евангелием, но иногда, оторвавшись от всего этого, они выдают что-то совершенно удивительное. Вот однажды один юноша, когда я поцелую Иуды показала крупным планом, сейчас я вам тоже покажу, сказал, бедный Христос, к нему тянется этот противный с жирными слюнявыми губами. Я говорю, где они слюнявые? Ну вот покажи мне, где? А я понимаю, это он не видит, это он уже все переводит, как бы это он ощущает. Это уже такое, знаете, это чисто психологическое видение, не визуальное, так? Это художник дал ему определенный импульс, а как бы он как зритель, он пошел дальше. Так вот, там благоговейное берет младенца, старец Симеона, здесь внизу это тянется к нему с этими противными губами, так? Вы чувствуете, какое глубокое сопряжение, сопоставление. И вот этот вот вертикальный принцип дальше вы уже можете почитать сами, так, потому что об этом на самом деле можно говорить, потратить не просто всю лекцию, об этом можно вообще там часами рассуждать, и вот дальше вы можете на это посмотреть, вот уже сами. Я вам только вот сейчас покажу очень интересную штуку, вот это алтарное пространство, вот это предалтарная арка. Вот здесь тоже есть очень любопытные сцены, значит, смотрите, вот тут наверху редкий, очень апокрифический сюжет, вы его нигде не встретите больше. Бог посылает архангела Гавриила к Деве Марии на землю. Это уникальный сюжет. Я вот нигде не видела его больше. Апокриф, да, но вот это, причем это апокриф не из текста, это не текстовый апокриф, это художественный апокриф. который рождается в сотрудничестве живописца с теологом или живописца с заказчиком, представляющим ему теологическую программу. А дальше смотрите, как интересно. Гавриил, наверху, Дева Мария, Благовещение, встреча человека с Богом, встреча Девы с Ангелом. Дальше, справа, встреча Марии и Елизаветы, а слева Иуда, получает 30 серебряников. Жуткая совершенно фреска. Вы ее посмотрите крупным планом, она правда очень страшная. И там позади Иуды стоит черный такой бес. И на первый взгляд это кажется таким наивным, почти детским. Но если всмотреться там в лица первосвященников, в лицо Иуды, там действительно передан какой-то глубокий авторский ужас и эмоциональный и духовный от происходящего, от созерцания человека, полностью отдавшего себя во власть зла. И вот смотрите, какое сопряжение встреча Марии и Елизаветы. Мы помним, что там произошло. На Елизавету нисходит Святой Дух, и она распознает в Деве Марии Матерь Христову, а младенец Иоанн взыграл в Ее чреве. То есть эта встреча с Богом не просто встреча, а эта встреча как выбор. Потому что дальше идет гимн Магнификат, величие душа Моя Господа, гимн, который подтверждает удивительный выбор Марии и Его последствия. А слева тоже встреча, но только встреч кое с кем другим. И тоже человек, сделавший выбор. То есть смотрите, какая тоже здесь вот такая глубокая программа. А вот теперь посмотрим на самую-самую знаменитую фреску этого цикла «Взятие Христа под стражу». Она известна ну почти так же, как «Тайные вечери» Леонардо да Винчи. Я встречала людей, которые не видели больше ничего из произведений Джотто, но вот «Поцелуй Иуды» знают». Такая слава совершенно заслужена, потому что, во-первых, это эмоционально очень сильное произведение. И вот раскрывая, пытаясь раскрыть вам сегодня эту тему, художник читает Библию, я должна отметить, что в творчестве Джотто, как в первом художнике эпохи Возрождения, проявилось одно новаторское и очень смелое для христианской жизни того времени качество. Он ввел в художественный язык своих произведений категорию чувства, категорию сильного переживания. Причем, далеко не всегда сильные переживания написаны на лицах. Лица героев очень часто могут быть нейтральными эмоционально, но он так строит композицию, так располагает персонажей на плоскости, что сильные переживания возникают у зрителя или у молящегося человека. Вот это удивительное мастерство, ну и вот кто хоть сколько не будет знаком вообще с христианской жизнью вот так вот на уровне каких-то практик, тот хорошо знает, что в христианской духовности в общем всех церквей было довольно часто сложное отношение с миром человеческих чувств. Вот, например, восточная христианская традиция часто, особенно вот в средние века, особенно вот как раз в 14-15 веках весьма подозрительно относится к человеческим эмоциям, но в силу их изменчивости, в силу того, что эмоции очень часто трудно распознаются самим человеком. мы очень много всего чувствуем, но вот любой психолог вам расскажет, что человек может очень многое переживать, но часто ему бывает трудно свои переживания назвать, вот точно рассказать о том, что он испытывает. Это на самом деле целая наука. И это огромная проблема, например, современных людей, потому что в силу всем вам хорошо известных причин у нас снижена культура говорения, культура вербального рассказа как такового, а когда человек меньше говорит, он и понимает меньше. Прежде всего он меньше понимает самого себя. Мне плохо, почему плохо, что ты чувствуешь, а поди разберись, да? Соответственно, с эмоциями в молитве, в общении со священным писанием, в богослужении. Например, восточные отцы, православные, советуют быть крайне аккуратными. Эмоции не вызывают доверия, потому что ты сам не знаешь, что они из себя представляют, и ты не знаешь, кто твоими эмоциями руководит. Но вы знаете, в православной духовной практике есть такое понятие прелесть. Это, в общем, синоним искушения. То есть, когда ты поддаешься неким чувствам, будучи абсолютно уверенным, что они от Бога у тебя, что это чувство исключительное, что это какая-то там сверхблагодать, а это соблазн, а ты об этом даже не подозреваешь, и у тебя есть опасность впасть в гордыню, что вот ты какой-то не такой, как все, тебе больше дано. То есть, в общем, очень часто к эмоциям в духовной жизни отношения настороженная и несколько дистанцированная. А вот западная и духовная и художественная традиция пошла по другому пути. Она постепенно, вот начиная как раз с эпохи Возрождения, начинает учиться с человеческими эмоциями работать, чтобы эмоции были включены в молитву как очень важный инструмент приближения человека к Богу, как очень важный инструмент сострадания Христу, сопереживания событиями его жизни и как проводник, как такой, вот знаете, ключ уже к более глубоким созерцательным пластам общения с Писанием. Ну и вот Джотто как раз попал именно в это направление, в эту тенденцию. Тенденция эта в большой очень степени в то времени формировалась францисканцами, которые стимулировали определенный эмоциональный подход слушателя проповеди к событиям. Сам Франциск очень эмоционально воспринимал Евангелие вот там в житии Франциска Фомы Челанского, там в разных других источниках очень часто рассказы можно прочитать о том, как он плакал, читая о страстях Христовых, как он наоборот радовался, когда Евангелие давало для этого повод и так далее. Ну и вот здесь композиция построена именно с направленностью на определенные человеческие чувства, которые она должна вызывать. И она новаторская. Значит, вот посмотрите внимательно на сочетание фигур Христа и Иуды. Видите, это сочетание визави. Иуда обнял Христа, причем обратите внимание, его плащ почти полностью закрыл фигуру Спасителя, как будто ее съел. Видна только нижняя часть вот этого голубого хитона. Вокруг, как вы понимаете, тут творится хаос, вот тут Петр, который пытается мечом защищаться, стражники. Один человек показывает на Христа, потому что вот он понял, к кому подошел Иуда. А вот такая композиция, которая на первый взгляд такая достаточно простая, она появилась у Джотто впервые в истории искусства. Вот сейчас я вам покажу композицию поцелуя Иуды его современника Дуччо. Это на самом деле очень маленькое такое клеймо, маленький квадратик в композиции маэста в такой аутарной картине с изображением Девы Марии на престоле в окружении ангелов, а там дальше клеймо, знаете, как в православной житийной иконе, причем с двух сторон, где весь-весь евангельский цикл и апокрифы про Богородицу, все-все. Ну и вот там есть такой сюжет. Вот эта иконография, она самая распространенная. Видите как? Христос стоит анфас к нам с вами, Иуда в профиль и как будто он пришел откуда-то вот слева, но он может и справа подойти, тут неважно с какой стороны, он подошел откуда-то слева, вот тянется к щеке и видите, какая вещь? Вот эти разные ракурсы возникает такое ощущение, что Иуда это кто-то посторонний, это вот один из них, вот из этих абсолютно чужих спасителей людей, более того, это враждебно настроенные люди, они пришли не проповеди его слушать, они пришли его арестовать. Иуда, как один из них, вторгающийся по композиции в приватную зону Христа, вот он этим художником, кстати, великолепный художник Дуччо, если кто-то с ним не сталкивался, очень рекомендую посмотреть вот его работы, вот эту композицию Моэста, другие вещи, чудесный художник сиены. Так вот, по композиции Иуда входит в личное пространство Христа, знаете, если к нам кто-нибудь вот так подойдет, мы инстинктивно отодвинемся, потому что человек разрушает нашу вот эту приватную зону. Он дерзко разрушает грубо приватную зону Христа, но как кто, как посторонний, это чужой человек. который пришел на короткое время эпизодическое сыграть свою эпизодическую роль, пусть это роль очень страшная, но в жизни спасителя и в его глобальном деянии так, божественном. История с Иудой это эпизод, хоть и принесший ему страшную боль. А теперь давайте снова посмотрим на Джотто, но только уже поближе. А вот в таком ракурсе Иуда свой, свой, превратившийся в чужого. Вот когда они сопоставлены лицом к лицу и видят друг друга. Это свой. И эта композиция превращается не столько в рассказ о предательском поцелуе, при таких ракурсах она превращается в некий живописный комментарий слов Христа «Друг, для чего ты пришел?» Евангелие от Матфея. Малышня у меня возмущалась. Какой он ему друг! Он что, не понимает? Понимать-то он понимает. Но место друга, место, от которого Иуда отказался, не будет занято никем. И парадокс этой композиции заключается в том, что он предает Христа и предает свою дружбу с ним, не сходя с места друга. Потому что вот так могут встречаться только близкие люди. Но слюнявые губы, вы понимаете, это личное восприятие другого человека. Но меня здесь поражает вот то, что не придумает ни один заказчик. Лицо Иуды. Несмотря на профильный ракурс, оно очень хорошо просматривается. Такое с близко поставленными глазами, жесткое. Я бы даже сказала, у меня субъективное видение в чем-то слегка озлобленное. Это лицо может казаться отвратительным каким угодно, но это лицо человека, сделавшего выбор. И в этом трагедия. И вот глядя на лицо Иуды и очень классический благородный профиль Христа и вот этот взгляд, который мы тоже очень хорошо считывает взгляд, в котором и любовь, и боль, и в этом лике, здесь есть иконописная красота лика, что не случайно, потому что Джотто хорошо знал византийскую традицию, как и многие современники его в то время Виталии. И в то же время боль человеческого лица, человеческое переживание. Но ответить Иуде так, как он ответил, тоже выбор. Выбор Бога сказать предателю слово друг. Выбор человека сказать выбору Бога нет. Понимаете, Джотто для этих идей, для этих размышлений находит такие средства, которые даже самый-самый ученый богослов и самый-самый такой влиятельный заказчик не придумает. Вот когда мы с вами смотрим на произведения 14-го, 15-го, 16-го века, надо очень четко представлять себе ситуацию, что есть заказ. И заказчик всегда чувствует себя хозяином положения. Вот борьба за абсолютную независимость в трактовке сюжета, вот такая действительно борьба с заказчиком, такое отстаивание своего творческого суверенитета начнется уже у поколения Микеланджио Тициана. Это 16-й век, середина, вторая половина, ну и потом эпоха Караваджо, Рембрандта, вот они уже позволят себе вообще игнорировать какие-то требования заказа и отстаивать свое понимание текста, сюжета. Это уже 17-й век. Когда мы имеем дело с 14-м и 15-м веками, надо понимать такой парадокс. Есть заказ. Заказчик продолжает смотреть на художника как на исполнителя, хотя его индивидуальность он ценит уже гораздо больше, чем, допустим, люди 13-го или там 12-го веков. Помните, я хочу, чтобы мастер Лука лично сам все расписал, но художник все-таки еще обязан подчиняться требованиям заказа и выполнять программу, которая ему представлена в письменном виде. но есть детали, до которых доходит только интуиция художника, причем, в чем я абсолютно уверена, интуиция молитвенная. Вот сейчас я вам покажу еще одну композицию из этого же ансамбля «Воскрешение Лазаря». Значит, здесь в основу положена византийская иконография или византийская традиция изображения, и вы эту композицию легко сопоставите с византийскими и древнерусскими иконами. В Италии 13-го и 14-го веков влияние Византии колоссально, существует даже искусствоведческий термин маньера «Бизантина», то есть сознательная имитация итальянскими художниками-католиками православного византийского иконописного языка. Копирование византийских икон очень велико в итальянских городах, очень много привозных икон. В 1204-м году, после инцидента с крестоносцами в Константинополе, там погрома и фактического уничтожения византийского государственности очень много греков, в том числе и столицы с Константинополя едут в Италию. Собор Святого Марка в Венеции в конце 12-го века построен и расписан мозаиками-греками. То есть Византия это как бы такой, знаете, альтернативный художественный язык итальянской живописи той эпохи. Поэтому Караваджо, извините, Караваджо, новорожденный покой не дает, Джотто легко берет прекрасно известную Виталии византийскую иконографию. Это иконография от называемого воскрешения Лазаря в пещере, когда гробница в виде пещеры, из нее выходит спеленутый Лазарь, напротив Христос, а у ног Христа Марфа и Мария благодарят за воскрешение брата. Ну и соответственно иудеи, упомянутые в евангельском тексте свидетели чудо. Все положено, все как заказчик хотел. А теперь посмотрите на деталь. Вот это явно в программе не прописано. Две фигуры, скорее всего, женские, с закрытыми лицами и завязанными носами. Господи, уже смердит, потому что четыре дня он во гробе. Понимаете, такое заказчик не подскажет. Это вот та драгоценная мелочь, которая идет у художника, может быть, даже не совсем осознанно. Она идет из глубин его как бы талантливой, чуткой интуиции и из того феномена, что он тоже читает писание, так же, как и его заказчики, что он один из членов общины. Понимаете, мы тут, как вам сказать, все, в общем, вот, как бы, я это сейчас имею в виду, как бы, себя и собратьев по цеху, мы тут, в общем, искусствоведческое наше братье, все у своей профессии должны давать произведениям искусства научный анализ. То есть, мы должны писать о композиции, о цвете, проводить научную работу по выяснению даты, появления произведений разные там анализы и прочее. Мы не имеем права на какие-то там посторонние отступления, потому что тогда мы перестанем быть учеными, профессионалами. На эмоции, кстати, мы тоже не имеем права. Мы обязаны изучать все искусство, в том числе и не только гениев, в том числе и произведения не первого эшелона и так далее. Мы обязаны быть объективными. но очень часто мы забываем одну интересную деталь. Но она ненаучного характера, поэтому нам не до нее. Художник, человек, молящийся. Не всегда. Вот в перспективе, понимаете, вот в 19-20 веках появится вот такой феномен в чем-то трагический, хотя с другой стороны неизбежный, когда за библейский сюжет сознательно будет браться неверующий мастер и писать он будет не для храма естественно, а для выставки, которую будет посещать неверующие же зрители. Вот есть библейский цикл, это вот простите за отступление, но просто вот не могу что называется, смолчать, есть библейский цикл выдающегося нашего мастера советского периода, мастера сурового стиля Гелия Коржева-Чувелева. Это довольно большое количество картин и сюжетов из Ветхого Завета и из Евангелия, которые он писал на протяжении десятилетий, где-то годов 70-х вплоть до своей смерти в 2012 году. Принялся он за эти сюжеты в очень трудный период, когда за один год потерял обоих родителей, которых глубоко любил и был близок с ними. И вот, чтобы заглушить свое горе, он взялся за библейские сюжеты. Свои картины он назвал Библия соцреалиста, Потому что открытым текстом говорил, что верующим себя не считает, хотя, сами понимаете, человек на самом деле не знает, верующий он или нет. Что называется, это знает кто-то другой, только абсолютно точно. Так, но он заявлял, что верующим он себя не считает, что в церковь он не ходит, но его как художника своими, значит, своей глубиной библейский текст привлекает. И дочь его потом говорила, что он никогда не видела, чтобы отец вообще говорил на духовные темы, никогда не видела, чтобы он заходил в храмы или там дома молился. Но этого не было в семье, но тем не менее, у него, вы знаете, у него очень интересные вещи. Они могут не нравиться, они бывают там жесткие, парадоксальные, что называется на любителя, но меня они в свое время поразили. То есть, понимаете, это вторая половина XX века, то есть может быть такое. Но в XIV веке такого быть не может. Вот когда мы имеем дело вот с такими эпохами, как тот же Ренессанс, очень важно помнить, независимо от того, ты просто любитель искусства или ты профессионал. Это написано молящимся художником. Понимаете, вот эта мелочь стоят два персонажа из толпы, да, звать их никак, непонятно даже кто это, они даже чисто гендерно не распознаются. Точно это женщины или это мужские фигуры, но эти зажатые носы вносят во все изображение колоссальную духовную глубину. Они ставят акцент на короткой проговорке Марфы, которую мы старательно не замечаем, нам не до этого впереди грандиозная радость. Вот если кто-нибудь как думит, я не знаю, может быть, я просто свой опыт переношу на других, тогда извините меня, пожалуйста, но может быть, это не только мой опыт, что вот это, господи, уже смердит, кажется, что это волнует только Христа, который говорит, вот, не говорил ли я тебе, что увидишь славу Божию? То есть, он рассматривает эти слова Марфы как такие еще, ну, где-то маловерие, так, сомнения. Для нас они, значит, намного меньше, чем последующее чудо воскрешения или тот факт, что Иисус заплакал у груба Лазаря. А вот если мы вспомним, как читала этот эпизод из Евангелия Раскольникова Соня Мармеладова, там в комментариях, в тексте романа, есть, что Соня, читая, сделала акцент на слове 4, что он 4 дня в огробе. Понятно, что сейчас в нос ударит? Соня сделала акцент, потому что ей это важно, потому что Христос не просто сжалился, а, ну, вы тоскуете по брату, ну, нате, получайте, да? А он одержал здесь победу над смертью. Ту победу над смертью, которую потом ему снова придется одерживать, но уже ценой своей жизни. Ведь вы знаете, такое экзогетическое понимание чуда воскрешения Лазаря, это прообраз смерти и воскресения Христа. И оно совершается как раз на пути в Иерусалим, на пути вот последний раз в Иерусалим. И, соответственно, вот она смерть, которая навстречу Спасителю идет. И он бесстрашно выходит навстречу ей, вырывая из ее лап Лазаря. И вот этот образ смерти, который тут очень вроде безобидно выглядит, ой, носы закрытые. Но мы прекрасно можем как бы вот это все прочувствовать. Продолжение следует...